Ре! Вис Этерс Ирте! Подробности у Сергея Герасимова. Со следующего года Минфин намерен обязать водителей фур, въезжающих из России и Беларуси, прямо на границе декларировать объём топлива в баке, чтобы потом, когда машина будет выезжать из страны, её могли проверить. Проверка будет производиться очень просто. При въезде на территорию Латвии водитель фуры заполнит специальную декларацию, где укажет количество оставшегося топлива в баке и километраж, который прошла машина. Затем при повторном выезде из страны его снова проверят. И если выяснится, что количество оставшегося топлива не соответствует тому километражу, который машина примерно прошла по Латвии, возникнут вопросы. Возникнут, если часть топлива исчезла в неизвестном направлении. От восточной границы до Риги примерно 300 километров. И считая, что фуры потребляют в среднем 40 литров топлива на 100 километров, на дорогу в столицу и обратно до границы она должна потратить примерно 240 литров топлива. Всего же в баке грузовика можно влить от 600 до 1500 литров дизеля. Так что есть что сливать, говорят в Минфине. Бывают отдельные случаи, когда машина слишком часто выезжает за рубеж в Россию и Беларусь. И каждый раз возвращается с полными баками. Ясно, что если больших расстояний машина не проходит, то все это горючее просто невозможно истратить. В министерстве отмечают, декларировать объем топлива придется всем. Но вот проверять машины при выезде из страны будут выборочно. Эти меры должны повысить продажи топлива внутри страны и по плану должны приносить в казну примерно 400 тысяч евро ежегодно. Автоперевозчики говорят, изменения, похоже, приняты лишь для галочки. Этот контроль будет выборочный на границе, выборочный. И дальше уже будут контролировать вид при осуществлении контроля предприятия. И тогда они спросят, вот ты завез, задекларировал полторы тонны, где это топливо. Но это может через год, через два. А конкретный водитель может уже не работает. И это все повисит, может повиситься на перевозчика. Поэтому вот как, какие методы, линейкой, аппаратами или стуком в бензобаз, как это будет контролироваться. Поправки к закону о таможне, который еще должен одобрить Сейм, по мнению перевозчиков, лишь увеличат риск коррупции на границе. А те, кто все же намерен ввозить в страну больше топлива, чем вывозить, по-прежнему смогут делать это через Эстонию, где топливо декларировать не нужно. Сергей Герасимов, Валтер Зелч, Латвийская телевидение.